Постановление правительства 1252, да, то есть это по технологическому переделу истории находится как ближество 9-го постановления, она охватывает электронные компоненты и модули, соответственно, перед вами в таком же виде условия, да, это 7 лет срок реализации проекта, 5 лет может вестись неокрс, соответственно, проект не менее 50 миллионов рублей в общем, да, то есть, соответственно, полтора миллиарда может выбираться в год проекта, да, то есть это еще, на самом деле, одна из самых крупных мер поддержки, которые есть на разработку, вот, соответственно, максимальный размер всех половины миллиарда, да, на срок реализации проекта. Не бюджет, 10%, соответственно, 90% средств субсидий и 10% необходимо показывать в ней бюджетное софинансирование, соответственно, такие же требования определенные по численности существуют к организации, они перед вами. Большинство требований в целом идентичны к 109-му постановлению, но важно отметить, что отличает от 109, да, то есть эти требования к организации, что необходимо иметь опыт реализации не менее одного аналогичного проекта, в результате которого создан определенный ритм, вот, зачастую компании, особенно компании, которые являются дочерними обществом, да, допустим, каких-то крупных структур, да, они приходят на конкурсы, соответственно, вот этот момент не учитывают, понятно, что у материнской компании есть, там, робот и так далее, там, подобное, но конкретно заявитель может там опытом не обладать, либо этот, ну, как бы, ритм, да, он не зафиксирован, например, да, то есть, или зафиксирован какую-то другую структуру, вот, поэтому там, нет, не случается ситуация, когда это тканное преткновение становится для участия в конкурсных процедурах некоторых компаний. Вот, соответственно, целевые индикаторы, это те KPI, которые необходимы достаточно по результату проекта, это также выручка, да, то есть, в случае, если вы разрабатываете модули, это минимум однократный размер от средств субсидии, вот, соответственно, если разрабатываете компоненты, то это 50%, да, то есть, существует на сегодняшний день определенный водораздел, да, то есть, компонентами, как бы, считается, то, что подпадает под ОКПД 26.1, да, то есть, с модулями очень сложнее, это скорее на усмотрение экспертов, да, которые рассматривают проект, зачастую компании, которые подают модули, да, то есть, они все-таки котируются, скажем так, как уже все-таки оборудование, да, и предлагается компания принять честь в 109-м постановлении, ну, это момент, который, возможно, каким-то образом будет оконтурен в будущем, но пока этому какого-то прямого решения нет, вот, соответственно, также существует, наверное, необходимо создавать рабочие места не менее одного с такими же абсолютно условиями, да, то есть, по углажениям, соответственно, оснащенность, оснащенность, вот, ну, естественно, там, мы еще в тот раз вполне отметили, зарплата работника должна превышать новотерейную среднюю по региону, вот, соответственно, эта история вся там связана с ростатом и запросом к нему о средней зарплате по вашему региону, по такими специальностями, вот, соответственно, требования по экспорту здесь отсутствуют, экспорт показывать здесь не обязательно, риды также не менее одного, вот там своя градация для нас, 52, да, то есть, они несколько отличные, вот, в 109-м постановлении все примерно такая же, вот, соответственно, 10% вне бюджета. Статьи затрат, да, то есть, они также, как и в 109-м постановлении, в принципе, максимально похожи ниже с собой, однако, есть некоторые отличия, да, то есть, это субподрядные затраты, не более 40% от общей стоимости комплексного проекта, есть возможность изготовления фотошаблонов, оснастки и так далее, да, то есть, соответствующая статья присутствует. И расходы на аренду и лизинг, да, тоже занормированы здесь. Яков, Федорович, два слова, скажите про нормирование по аренде и лизингу 50% от таких затрат здесь. Да, здесь имеется в виду, что если по всем основным затратам, ну, установлены общие ограничения, то в части расходов на аренду и лизинг, а также на изготовление первой партии, вы можете субсидировать не более 50% таких затрат. То есть, словно говоря, если в рамках отчетного периода вы на оборудование, на лизинг оборудование потратили, там, 50 миллионов рублей, ну, для примера, 100 миллионов рублей лучше, то, соответственно, компенсировать именно за счет средств субсидий вы сможете не более 50 миллионов. То же самое с первой партией. Если первая партия стоит, там, миллион рублей, то компенсировать можете не более 500 тысяч, то есть не более половины. Соответственно, там присутствует такая сущность, как первая партия серийной продукции, да, то есть она не занормирована В целом, как говорится, на усмотрение экспертового совета и адекватности по размеру, но ориентируются на целевого заказчика по письмам, в первую очередь, в части обоснованности ее размера. Яков Ильич, расскажите про внебюджет оперативно, пожалуйста, если вам не сможет. Спасибо. Да, с внебюджетом в рамках 12.52 ситуация чуть более простая, чем в 109. Если вот про 109, я говорю, там есть обязательное требование вкладывать именно в неокровские статьи затрат в небюджет, то в рамках 12.52 вы можете тратить свой внебюджет на все предусмотренные статьи. То есть как вкладываться непосредственно в неокр, так и параллельно модернизировать производство, осуществлять капитальное вложение в подготовку к серийному производству и так далее. Также предусмотрены расходы на обучение сотрудников не более 2% от общей стоимости проекта и на продвижение продукции. То есть на участие в выставках, конференциях, изготовлении какой-либо рекламной продукции и так далее. Еще раз повторюсь, общий объем вне бюджета должен составлять не менее 10%, как в целом по проекту, так и в каждом отчетном периоде. Спасибо большое. Соответственно, отчетность сейчас раз в год, соответственно, раз в 12 месяцев штрафные санкции, определенные штрафные санкции, также предусмотрены. У нас в 52 году это так же пакет определенных изменений, соответственно, многие из них будут отзеркаливать то, что уже есть, в 2009-м постановлении. Одно из самых главных возможностей внести изменения в техническое задание, то есть какие-то характеристики правительные, количество изделий, тип изделий и так далее. При согласовании, естественно, с экспертным советом. И также поправить, собственно, условия, при которых наступают доштрафные санкции, расторжения, станут более мягкими, что ли. Соответственно, так, коллеги, какие-то вопросы есть по 12.52, о том, что мы потом материалы сказали сейчас? Добрый день, коллеги. Нет, подскажите, есть ли ограничения по количеству одновременно реализуемых проектов? Если есть, в каком разделе постановление, то указано? Потому что вроде бы есть, но не можем найти. Пять проектов? Нет, в рамках 12.52 не установлено ограничение, там только есть ограничение на количество заявок на один конкурс, там не более трех заявок. А, да, не более трех заявок. Да. Ограничение на параллельно ведущиеся проекты есть только в 109, там не более пяти одновременно ведущихся проектов. В 12.52 ограничения такого нет. Принято. Спасибо. Коллеги, есть еще вопрос? Можно? Да, только нет. По поводу презентации, которую вы анонсировали, была экселевская форма и презентация с подачей, да, планируемого проекта. Да, было, было. И внизу по центру там был такой квадрат, где указывалось, ну, откуда 70% взялось, да, соответственно, там потребность в субсидии, да, и не более 70% стоимости проекта. Я правильно понимаю, что не более 70% это касается 109-го постановления, а в случае, если у нас 12.52, то там указывается не более 90%? Да, но именно форма, которую вы демонстрировали, она касается только 109-го постановления, как бы пока сбор требует, ну, потребности на 12.52 еще не объявляли, то есть это собирает на 109-е постановление данное. А, то есть это касается только 109-го? 109-го, да, 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 да. Ага, понятно. А вторая табличка, которая получена, точнее, экселевская форма, где написано «Получено предложение», что это означает само предложение? Ну, сейчас, я, честно говоря, уже не помню. Это там форма, это просто, эта форма разработана для ассоциаций, и, как бы, Минпромторг, как бы, в этой форме ассоциация говорит о том, какие предложения такие компании получены. То есть, там общая, ну, это техническая позиция, вам не нужна. А, ну, то есть, грубо говоря, если мы получили эту форму, значит, мы автоматически ставим «Да». Да, да. Понятно, спасибо. Коллеги, какие-то еще вопросы есть, давайте обсудим. Да, вопрос можно? Здравствуйте. Да, конечно, слушаю вас. Подскажите, пожалуйста, в рамках 12.52 есть возможность субсидировать затраты, связанные с лизьмом оборудовании и приобретение технологической оснастки. Ну, 50%, 100%, соответственно. Отчетный период по данному постановлению заканчивается 30 сентября, ну, текущего года. Вот, если поставка оснастки, допустим, и оборудование лизингово произойдет не до 30 сентября, а более поздний срок, там, октябрь, ноябрь, декабрь, неважно, то есть, в четвертом квартале текущего года. Авансовые платежи по лизингу оборудования и по технологической оснастки будут приняты в счет, ну, в качестве компенсации за счет средств субсидии. То есть, мы платим, договора с контрагентами заключены, но поставка в силу определенных причин всем известных задерживается. Да, смотрите, тут несколько комментариев. Первое. Авансы в рамках субсидий всех возможны только при условии наличия казначейского сопровождения у ваших поставщиков. То есть, если вы платите кому-то аванс, то за счет средств субсидии это только на казначейский счет. Соответственно, если вы платите на казначейский счет, то проблем нет, это всевозможное. Главное, чтобы аванс, вы не можете передержать аванс на казначейском счету через календарный год. То есть, если у вас поставка будет в январе, то это плохо. Ну, если, условно говоря, аванс вы сейчас заплатите в этом году на казну, а поставка будет в следующем, то у вас, как бы, ну, аккредитив закончится, аккредитив до конца года календарного. Вот, это первый момент. Обычно, ну, как необычно, так многие платят вам за счет собственных средств и потом компенсируют расходы уже по факту. Соответственно, если вы будете делать именно так, то вам проще отнести эти затраты просто на следующий период отчетный. Если вы будете, ну, в каком периоде вы фактически получите оборудование и в каком вы за него рассчитаетесь окончательно, в том периоде просто и показываете эти затраты. Ну, то есть, когда ОПДшки будут на руках, акты приема-передачи, ввода в эксплуатацию, только тогда мы сможем компенсировать фактически свои затраты за счет средств обсидии. Правильно я понимаю? Да, все правильно. Ну, еще, забегая вперед, у нас, какого-то возможность будет присоединиться там завтра, мы по отчетности прям отдельно еще будем разговаривать. Олег, соответствующий, пригласим вот на эту беседу. Так что присоединяйтесь, если какие-то еще вопросы накопятся, пожалуйста. А если авансируется казначейских счетов поставщикам нашим, даже при условии, что поставка будет в четвертом квартале, это будет считаться субсидией текущего отчетного периода, эти платежи. Да, да, у вас в целом отчеты по субсидии, они как по движению денежных средств, как вы их делаете. То есть, если вы средства субсидии как бы отравили куда-то, то вы отчитываете сейчас по ним и показываете, что это аванс. Если вы не успеете погасить аванс до конца года, там определенные проблемы, но это уже другой вопрос. Коллеги, еще вопросы какие-то или двигаемся дальше, может, спасибо? Там, Сергей, в чате есть вопросы. А, я просто, ну, такая история, я не вижу чата, к сожалению. Коллеги, вопросик есть по планируемым изменениям в 12.52. Вы упомянули, что в 109 будет новая сущность, производитель. Планируется ли что-то подобное в 12.52? Да, да, да. А может производитель, ну, по аналогии, да, с 109, то есть может производитель продавать. Ну, планируется это, как бы, если это все утвердится, то это так и будет. Но вообще планируют, коллеги, такое изменение внести по аналогии. Вот. Если что-то тогда вопросы... Георгий, следующий вопрос, Георгий, на тему, сколько продлится подача заявок по времени, есть понимание? По 105 обещают, ну, как бы, планируют, да, то есть месяц до долгого принимать. Планируют, на 1.52, наверное, тоже. То есть... Сначала будет 109 в течение месяца, да, а только после этого запустят 12.52, а их могут параллельно? Видимо так, видимо так. Я не знаю, насколько административно, ну, как бы, хватит административных, так сказать, возможности, чтобы ввести две параллели, я не знаю. То есть технически они могут ввести два параллельных конкурса. Вопрос просто в том, когда выйдут изменения в правила. То есть решение концептуальное есть о том, что конкурсы будут играться после внесения изменений, о которых вот Сергей говорил. Вот. Как только изменения внесутся, будут объявляться конкурсы. Ну, а также нужно отметить, что, как бы, по опыту прошлых лет зачастую объявляются конкурсы со сроком, там, 10-12 дней. То есть, как бы, Минромторг всегда хочет играть, как бы, длинные конкурсы, но иногда у них какие-то свои есть бюрократические препоны, и конкурс может быть короче, чем обычно. Спасибо. И вот из чата тут два вопроса осталось, три точнее. От Костина и Алексея по критериям, под какую конкретно продукцию подходит какой продукт. Единственное, что можем сказать, что все, что относится к коду 26.1 УКПД, это точно относится к 12.52. Что касается, как бы, разделения, что такое модуль, что такое продукт, и, вот, тут картинку даже Алексей предложил, некой платы, вот, к какому изделию ее отнести, там, в 109 или 12.52, четкого понимания нет. Есть, как бы, общее такое, общее определение, что в 109 заявляются те продукты, которые готовы к использованию как отдельная сущность. Условно говоря, там, планшет, там, не знаю, еще что-то, если мы говорим, там, про, допустим, сетевую карту, то это скорее модуль. Но в то же время в рамках 109 постановления есть факты поддержки, там, проектов по разработке, там, условно, к материнским оплатам и так далее. Поэтому это очень такая размытая. Ну, условно, как подать тоже, ну, это специфика, да, то есть, определенно, как подать тоже, ну, грубо говоря, там, элемент кузовной электроники какой-то отдельно взятый, да, то есть, это модуль, образно говоря, да, то есть, какое-то там управление двигателем, левера, глонасс, какой-то блок, да, там, допустим, это модуль. Да, как бы все вместе в системе образуют уже, ну, как бы, скажем, условно, некий программно-аппаратный комплекс. Ну, тоже еще специфики, я к чему говорю, что специфика проекта тоже влияет на определение того, подходит это или нет. Как подавать? Да, и еще один вопрос. Какой вклад в оценку проекта вносит объем экспорта? Нужны ли письма для его подтверждения? На вторую часть отвечаю, конечно, да, письма. Нужны, причем письма, как бы, письма относятся достаточно требовательные, то есть, если вы просто принесете какое-нибудь письмо, там, из непонятной организации иностранной, то, как бы, вам, скорее всего, такой экспорт не зачтут. То есть, это должна быть релевантная организация, которая действительно занимается, там, производством электроники или потреблением. Вот, а вклад в оценку проекта, ну, условно говоря, в 12.52 объем экспорта дает 2 балла. Из, вы, причем, должны набрать, насколько я помню, 18 баллов. То есть, 2 из 18 баллов вы можете получить за экспорт. Ну, то есть, это не самый высокий критерий. Ну, это в рамках 12.52, где экспорт не обязателен. В 109, как бы, заявлять экспорт пока обязательно в текущей редакции постановления. Ну, 12.52, как бы, экспорт, он, естественно, дает определенное количество баллов, потому что, реально, очень часто ситуация, когда проект не добирает, там, чуть-чуть совсем, то есть, дадим 2 балла, условно говоря. Ну, мы по методике еще поговорим, да, которая тоже, в принципе, там, планируется изменение определенное в ней, но в любом случае, там, базовые параметры, я думаю, как сущности, они никуда не денутся, может, это будет переработано, но, тем не менее. Вот, соответственно, там тоже по этому вопросу определенный пункт информации дадим, да, в соответствующем блоке, там, по программке, собственно, мы работаем в этом зале «Волна», получается, все дни, вот, и там, в последующие блоки, там, касаются этих вопросов. Коллеги, по 12.52 еще будут вопросы какие-то, или дальше идем? Так, видимо, нет, да? Ну, хорошо. Вот, соответственно, что... Здравствуйте. Скажите, могу задать вопрос вот такой небольшой уточнений. На разработку имеется, как бы, заинтересованность в, как бы, разрабатываемой продукции крупного производителя. При этом, с этого года предприятие, ссылаясь на политику свою внутреннюю, не готово предоставить, ну, то есть, с уточнением цены, да, выкупаемой. Как тогда быть нам в этой ситуации? Ну, имею в виду, что, если они цену не могут поставить? Да, ведь в письмах поддержки должно быть указано, как бы, предварительные объемы и стоимость, то есть, крупный производитель, наш потребитель, с этого года не готов, как бы, такие письма предоставлять. Ну, так сказать, если они не готовы поставить цену за единицу, ну, хотя бы общий объем закупок, потому что, ну, говорит, достаточно ли в таком случае, да, указания хотя бы объемов выкупаемых? Ну, это, ну, понятно просто, это, ну, сложности некоторые возникают тут при присвоении определенных баллов по соответствующему параметру эксперта, в принципе, отсмотрено, кроме этой истории. Вот, но, на мой взгляд, можно предложить хотя бы, это же все равно, ну, рамочное письмо абсолютно, да, то есть, оно и к чему не обязывает. Можно как-то тогда, наверное, по-другим образом это красиво сделать, там, свою прогнозируемую цену в это письмо погрузить. Вот, либо же приложение к этому письму сделает, либо же, ну, не знаю, либо в бизнес-плане там где-то указывает. То есть, проработать дополнительное, да? Это как цену как-то придется отразить, потому что никто это, ну, там, никто это выискивает, перегонять эту информацию, пересчитывать штуки в деньги, наоборот, не будет. То есть, как бы, это просто учтут, и все, то есть, ну, что-то с этим придется сделать. Да, благодарю, понятно, спасибо. На мой взгляд, по крайней мере, я уже. Да, да, да. И тут еще вопрос еще один появился. Возможно ли выполнение показателя по объему экспорта через полномоченное лицо? Здесь тоже комментарий такой даем, что в 109-м постановлении, вот в новой редакции, там, планируется ввести понятие экспортера как отдельной сущности, чтобы как раз вот была возможность осуществлять экспорт через полномоченное лицо экспортера, в виде некого торгового дома экспортного. Такая возможность должна быть введена, пока ее нет. Коллеги, что-то еще просто? Вроде на все, что в чате мы ответили. Если голос кто-то захочет, там, может, в конце задаст или сейчас, просто мы тогда еще сейчас посмотрим 21.36, соответственно, и Осколковскую меру поддержки, он как раз в будущем время и позволяет это сделать.